Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давайте точно так же, как при помощи огонечка, проверим звук. Если слышно хорошо, пожалуйста, нажмите на огонечек в правом нижнем углу, чтобы я видела, что есть звук. Ага, спасибо, вижу. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это общее представление о категориях детей с ОВЗ, рекомендации по рекомендации образовательной деятельности. Но хотелось бы начать с того, что я расскажу немножечко о том, как будет сегодня проходить наш вебинар. Сначала я расскажу о всех категориях очереди, об их особенностях и дальше небольшие практические рекомендации. Но начнем мы с того, что у нас существует... Мы знаем, да, так, чтобы у меня подвисло. Сейчас, извините. Сейчас, извиняюсь. Прошу прощения, сейчас что-то у меня висит вся презентация. Так, не то. Ну, так, надеюсь, слышно меня хорошо. Ну, хотелось бы рассказать о категориях детей с ограниченной возможностью здоровья. Мы знаем, что делятся они у нас на 7 видов. Первый вид – это слабослышащие и глухие дети. Второй вид – глухонемые дети, да. Третий и четвертый – это слепые и слабовидящие. Пятый вид – это дети с нарушением речи, в том числе с заиканием. Шестой вид – с проблемами физического и психического развития, то есть ДЦП, да, спинномозговые и черепно-мозговые травмы. И ЗПР. И восьмой вид – это у нас умственная отсталость, да. И по окончании обучения детям с этим нарушением выдается у нас справка. Ну, давайте начнем с вами с того, с первого вида. Это у нас нарушение слуха, да, глухие и слабослышащие дети. Видите, у нас сюда входит двустороннее нарушение слуховой функции, речевое общение, затруднено или невозможно. Нарушен вестибулярный аппарат у таких детей. Ну, если немножечко говорить об особенностях, что у нас здесь происходит, да, давайте посмотрим. Со стороны восприятия. Здесь у нас доминирует зрительное развитие. Также, я надеюсь, видно презентацию хорошо, да. А восприятие только дифференцированных структур устной речи, мимики, жестов, дополнительный канал, кожный анализатор, да, и вибрационная чувствительность, да. Здесь у нас слух, естественно, нарушен. Ребенок не воспринимает информацию. Итак, извините, отвлеклась на счет. Ребенок не воспринимает информацию. Если мы говорим о мышлении, здесь у нас снижены аналитические способности, неумение выделять свойства и отношения объектов. Их название, да, у нас наглядно действенное. Если мы говорим о речи, у нас отсутствие внутренней речи, отсутствие речи при планировании. За счет этого у нас идут проблемы с логичностью и последовательностью, да. И дети не могут выделить главное и частное. Что касается памяти. Хорошая нагляднообразная память, но при этом отсутствует слуховая, да. Естественно, если у нас идет нарушение слуха, то у нас отсутствует слуховая память. Следующий момент. Мы все категории будем смотреть по критериям, которые у нас написаны слева, да. Если мы говорим о внимании, то у нас отсутствует слуховое внимание. Концентрация. Ребенок у нас концентрируется на губах говорящего, да. Соответственно, и когда у нас педагог преподает, у ребенка с нарушением слуха или с его отсутствием, всегда губы говорящего должны быть в поле зрения, в поле его внимания. Устойчивость внимания с нарушением слухов у детей, она зависит от видов деятельности, да. Эти дети очень трудно переключаются с одного вида деятельности на другой. Соответственно, когда мы планируем деятельность, здесь мы обращаем внимание на то, чтобы ребенок не быстро переключал свое внимание с одного вида деятельности на другой. Если мы с вами говорим о движениях таких детей, плохая координация, потому что у нас звук нарушен, да, неуверенность, медленное овладение двигательными навыками, трудность в сохранении статического и динамического равновесия, не развита пространственная ориентировка. Эти детки у нас медлительные, проблемы с мелкой моторикой и нет согласованности в переключаемости, да. Я уже говорила о том, что им сложно переключать внимание и при этом переключать движения точно так же очень сложно. За счет этого поведения у таких деток. Они ригидны, импульсивны, эгоцентричны, но при этом они очень трудолюбивы и аккуратны, да. Это то, что у нас касается детей с нарушением слуха. Да, следующий показатель, это, следующая категория детей, это нарушение зрения. Сюда у нас входят ветки незрячие и слабовидящие, у которых есть органическое поражение зрительного анализатора, не могут использовать зрение в ориентировочной и познавательной деятельности. Но точно так же по этим же критериям мы с вами разберем и эту категорию деток, да. Да, восприятие. Нет полноты и целостности восприятия, да. Полностью они его не воспринимают. Воспринимают они его при помощи осязания и движений, и двигательно-слуховой памяти. За счет этого у нас идет мышление, да. Точно так и за счет того, что у нас идет нарушение в зрительном восприятии, идут и нарушения других наших систем. Если мы говорим о мышлении, да, мышление у нас сужено понятие, нет целостности, так как они воспринимают только на слух, и целостно при помощи образов воспринять не могут полную картину мира, не имеют обоснованных суждений и заключений. Мышление у них словесно-логическое, у незрячих и, ну, как бы, у слабо видящих детей может быть наглядно-образное, так как они слабо, но мир видят, да. И мышление у нас практически действенное при действии с предметами, да. С предметами они действуют по определенной схеме и довольно-таки легко. Если мы говорим о речи, то речь у нас медленная, и развитие речи точно так же идет медленно. Несоответствие слов и образов, потому что дети образы не видят, а представление у каждого ребенка, да, оно не только у ребенка, но и у взрослого, оно свое. И формализм, да, то есть мышление-то неформально. И если мы говорим с вами о памяти, то память у них имеет ограниченный объем. Детки очень медленно запоминают информацию. У них плохая долговременная, плохая долговременная, да, память. И хорошая, кратковременная, слуховая и осязательная, да, здесь у нас идет компенсация того, что ребенок не видит. Компенсация зрительного образа, да, за счет слуховой и осязательной памяти. Дети эти быстро забывают информацию, и у них есть ограниченный объем. Также развита словесно-логическая память очень хорошо. Если мы говорим о других показателях, да, это у нас внимание. Здесь преобладание непроизвольного внимания, да, а также ребенок очень часто переключается на второстепенные объекты. И рассеянность за счет того, что он не может зрительно концентрировать внимание, у него возникают моменты рассеянности. Точно так же детки у нас с нарушением зрения очень быстро утомляются. У них низкий объем внимания, и они сложно его куда-то целенаправленно обращают. Если мы с вами говорим о движениях, то, естественно, у детей они имеют трудность в пространственной ориентировке и формировании двигательных навыков, да. Но даже вы попробуете на время закрыть глаза, то, естественно, передвигаться в пространстве вам будет сложно. Даже несмотря на то, что вы, может быть, будете находиться в комнате, которая вам знакома, но передвигаться вам будет сложно. А дети с нарушением зрения или с его отсутствием, они находятся в такой ситуации постоянно, да. Снижена двигательная активность, нет точности и координации, да, двигательная расторможенность. Что касается поведения, да, у нас отсутствие целеустремленности, стерженности, низкая дисциплина и неорганизованность. Здесь возможен невроз в виде неврастении, да. Такие детки, они тревожные, и у них возникают проблемы с поведением, да. Бывают очень часто проблемы с поведением. Если мы говорим о пятом виде, да, это у нас тяжелое нарушение речи и нарушение коммуникативной и познавательной функции речи. Это у нас могут быть асфексики, да, асфексия, категория детей, отсутствие речи, неспособность к ее усвоению. И дислексия, да, трудность во владении чтением и заикание. Также сюда входят разные психофизиологические отклонения. Следующий момент точно так же мы разберем по категориям, да, что касаемо восприятия. Здесь у нас идет нарушение слухового восприятия, да, речевого и также трудность восприятия при усложненных условиях. Снижена целостность и поверхность восприятия. То есть они воспринимают все поверхностно, не глубоко. На основе этого у нас мышление, идут нарушения в мышлении, идет отставание словесно-логического, да, мышления, трудность анализа и синтеза. Также дети очень трудно сравнивают и обобщают какую-либо классификацию. Касаемо речи, да, у нас здесь нарушение речи, идет отсутствие речи или невнятность, неправильность произношения звуков, расхождение между звуком и тем образом, который у нас должен быть, да. У нас очень часто дети, ну, как бы дислексики, они либо пропускают буквы, либо их просто путают. Это тоже идет как нарушение речи. Если мы с вами говорим о памяти, память у нас снижена вербальная, сохранена логическая и смысловая. Также низкая продуктивность памяти у нас тоже здесь имеет место быть. Но если касаемо следующей категории, следующего момента, да, внимание у нас неустойчивость и ограниченность внимания в распределении, да. За счет этого у нас нет координации в движении. Эти дети имеют проблемы с ловкостью, да, медлительные, нарушение тонкой и мелкой моторики. Вроде бы казалось, да, как мы всегда говорим, речь, какое отношение оно может иметь к мелкой моторике. Но я уже не раз говорила, еще раз повторюсь, но на многих вебинарах у нас речь непосредственно связана с тонкой, да, и мелкой моторикой. Чем лучше развита у нас мелкая моторика, тем лучше у нас развита речь, да. Недаром наши логопеды занимаются развитием мелкой моторики. Это очень большой толчок к развитию речи. Что касаемо поведения, у этих детей очень часто заниженная или неадекватно завышенная самооценка, то есть у нас из крайности в крайность, да. Смотря, исходя из того, как относится окружение к ребенку, да, как проходит его процесс адаптации, самооценка может быть либо очень сильно занижена, либо очень сильно завышена. Здесь у нас, ну, как бы, либо плюс, либо минус. Раздражительные эти дети, обидчивы и очень быстро меняют свои интересы от одного к другому. Следующую категорию, которая точно... ...с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сюда у нас входят детки с ДЦП и поражением спинного мозга. Это может быть органическое поражение двигательных центров головного и спинного мозга, да, ведет к невозможности или частичному нарушению движения. Но опять же, если мы говорим о нарушении опорно-двигательного аппарата, да, опять, в какой степени у нас есть эти нарушения. Допустим, у меня в группе есть ребенок, у которого стоит официально, да, ДЦП, оно стоит, но при этом ребенок не испытывает никакого дискомфорта, именно на занятиях, да, не испытывает трудностей в передвижении, и если не знать его диагноза, то, в принципе, момент его заболевания, он, можно сказать, что незаметен. Если мы говорим, опять же, по тем показателям, по которым мы разбирали другие группы, если мы говорим о восприятии, да, трудности восприятия формы и объема, здесь у нас возникает сложность в мышлении с абстрактным и пространственно-временными понятиями, да, замедленность, речь нарушена у нас здесь, артикуляция, искажение фонетического произношения звуков или их замена, да, нарушен анализ звукового состава слов, они не могут различить звуки на слух, повторить слоги и выделить звуки. А медленное увеличение лексики, да, то есть, когда мы вводим какие-то новые понятия, новые слова, то дети с ДЦП очень сложно их включают в свою речь. Также недоразвитие устной речи, да, если мы говорим о памяти, здесь у нас хорошая механическая память, трудность обосредованного запоминания и слабая образная память. Образы детки у нас такие запоминают с трудом. Если мы говорим о внимании, здесь у нас плохая концентрация внимания и плохая сосредоточенность. И если говорим о движениях, да, патология, перераспределение мышечного тонуса, оснижение силы мышц, здесь у нас, опять же, мы видим, что где-то у нас сильный тонус мышц, да, мышцы где-то напряжены, мы знаем, что напряжение этих мышц у нас создает даже для деток болевые ощущения, да, а где-то именно нет этой силы мышц. То есть у нас, как бы, можно сказать, с одного центра сила мышц переходит в другой. Где-то это у нас тонус, который дети, ну, если мы говорим о детях, да, люди с заболеванием ДЦП не могут контролировать, а где-то они не могут сделать именно, ну, как бы, какие-то усилия и напрячь свои мышцы. Здесь у нас движения неловкие, несоразмерные и неполные подъемы, да, опять же, за счет того, что ребенку, ну, буду говорить ребенку, потому что мы говорим по большей части о детях, да, ребенку очень сложно сделать какие-то усилия именно при помощи этих мышц. Если мы говорим о поведении, повышенная эмоциональная возбудимость, руководство эмоциями, чрезмерная впечатлительность, склонность, эгоцентричность и неподчинение требованиям коллектива. Эти дети очень часто идут против коллектива, как бы, именно даже не потому, что они так считают нужным, да, а потому что им так хочется. Вот этот момент тоже необходимо отметить и, как бы, обратить на это внимание. Ну, следующий – это наш седьмой вид, да, задержка психического развития, или кратко между собой мы называем его ЗПР, да. Здесь у нас замедлен темп формирования высших психических функций, стойкое состояние незрелости эмоционально-волевой сферы, и там же сюда у нас включена наша интеллектуальная недостаточность, да, у нас идет недостаток интеллекта, интеллектуальных систем. Если мы говорим о восприятии, здесь у нас отсутствует целостность и последовательность, и затруднения при каких-то новых ракурсах, да. Если мы меняем, допустим, положение ребенка относительно, там, допустим, доски, нового материала, то восприятие будет затруднено. Опять же, небольшая такая, как бы, корректировочка. Если у нас есть в классе дети с ЗПР, а сейчас они могут быть, мы знаем, по закону в любом из классов, да, то этого ребенка мы стараемся посадить так и посадить на постоянное место, чтобы его место не менялось в классе. Если мы говорим о мышлении, здесь у нас снижена познавательная активность, снижена наглядно-действенная и нарушены пространственные представления, да, преобладание анализа, инертность, да, и ригидность, смещение с главного на частности. Здесь у нас они, как бы, нам очень часто кажется при объяснении материала, что они не главному уделяют внимание, но это действительно так, да, о каким-то частным вещам, которые их заинтересовали. Если мы говорим о речи, здесь у нас отсутствует логика, да, отсутствует ясность. Речь может быть бедной, и чаще всего она бедная и бессвязная, да, таких детей очень сложно, к сожалению, понять. Если мы говорим о памяти, здесь у нас низкий объем и низкая скорость запоминания, преобладание наглядной памяти, то есть картинки у нас дети воспринимают очень легко, непроизвольная память у нас выходит на первый план, и нарушена у нас механическая память у детей с ЗПР. Если мы говорим с вами о внимании, да, то здесь у нас внимание неустойчивое, эти дети очень часто отвлекаются при объяснении материала, снижена концентрация, и им трудно переключаться с одного вида деятельности на другой. Соответственно, когда мы объясняем тот или иной материал, опять же, если у нас есть ребенок в классе с ЗПР, или это класс таких детей, то мы должны подготовить материал таким образом, чтобы не было частного переключения и не было двух одновременных заданий, да, которые как бы вроде бы параллельно, как нам кажется, но для детей с ЗПР это доставляет большую сложность. Если мы говорим о движениях таких детей, да, то движения у них нечеткие, нарушена регуляция движений, и они очень часто замедлены. Но при этом поведение у них импульсивны, они могут быть плаксивы и агрессивны по отношению к окружающим. Ну и это следующий у нас восьмой вид, да, здесь у нас идет с вами нарушение интеллектуального развития, да, сюда у нас входит умственная отсталость, да, олигоприния, это у нас синдром вырожденного психического дефекта, деменция, распад психики, да, и интеллектуальное недоразвитие, это идиотия, и бицинность, и дебильность, да, также сюда в нарушение интеллектуального развития у нас входят дети с нарушением органического поражения головного мозга, это у нас все ведет к нарушению высших познавательных процессов и стойкому, необратимому нарушению интеллектуального развития. Хотелось бы опять обратить внимание, то, что у нас именно, когда идет нарушение интеллектуального развития, то назад, да, мы повернуть это не можем. Если мы с вами говорим о восприятии таких детей, да, восприятие у них, искажение образов, отсутствие перестройки, нет осмысленности, нет целостности, опять же, они, как и дети СПР, избирательны к тем моментам, которые их заинтересуют больше всего, но при этом их избирательность, она поверхностна. Если говорим о мышлении, здесь у нас преобладает вялость процессов, нет обобщений, то есть они не могут обобщить эти детки, они не могут сравнить. Снижено наглядно действенное и также наглядно образное и совестно-логическое мышление, да, здесь у нас как бы массово оно снижено. Если они что-то анализируют, то они это делают фрагментами, да, и анализ у них беден. Если мы говорим о речи, здесь у нас не развито фонетическое, лексическое и грамматическое стороны, задержка в понимании речи, соответственно, у нас скудный словарный запас, да, трудности звукобуквенного анализа, при понимании они даже очень сложно воспринимают речь и сами тоже говорят со сложностями. Если говорим о памяти, память у них слабая, но при этом они лучше запоминают многократно повторяемую и яркую информацию, то есть здесь у нас при подготовке материала, да, мы с вами должны обратить внимание на то, что информация для таких деток, да, у нас должна быть яркая и при этом мы ее несколько раз повторяем, да. Здесь у нас внимание, уровень низкий внимания, да, трудность в распределении, замедленность переключения и быстрая отвлекаемость. Любой раздражающий фактор, любой момент, который может для обычного ребенка, да, с нормативным развитием не отвлечь его, то у деток восьмого вида, да, у детей с собственной остальностью, они тут же переключают свое внимание на этот раздражающий фактор. Движение у нас здесь затруднена, пространственная ориентировка, да, очень сложно формируются двигательные навыки, низкая двигательная активность, нет точности координации, да, у детей поведение, оно чаще всего безинициативно, импульсивно, повышенная возбудимость, подчиненность и стереотипность. Также у нас здесь может быть сниженная самооценка, да, и эти дети деструктивны. Следующий момент, к сожалению, сейчас деток именно с расстройством аутистического спектра, да, детей с РАС и детей с ДТП, с гиперактивностью с каждым годом становится все больше и больше, да. Вот на протяжении, ну, как бы немножко отступлюсь, с того момента, пока я работаю, раньше это были в основном дети с ОВЗ, это дети с ДЦП, да, с нарушением слуха и зрения. Сейчас с каждым годом процент детей с расстройством аутистического спектра, с гиперактивностью становится, к сожалению, входит, да, разнородная группа, в том числе расстройство аутистического спектра, с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, да, сюда психологические особенности ведут к нарушению развития средств коммуникации и социальных навыков. Но если мы говорим об этих детках, да, опять же переходим к нашей таблице, здесь у нас восприятие безорганизовано, фрагментарно, нет целостности, неполная обработка входящей информации, да, более яркие импульсы, они воспринимаются этим ребенком намного лучше. Если говорить о мышлении, они не понимают подтекста, трудности в обобщении и абстрагировании, да, у детей с СДВГ это цикличность, может быть период активности, это может быть сильная активность, да, и потом у нас возникает, начинается период восстановления. И во время периода восстановления, да, наша нервная система перегружена, и дети перестают осмысливать информацию. Тогда опять же при подготовке урока, да, мы должны обращать на это внимание, или при подготовке занятия. Если говорить о речи, да, у них может быть богатая лексика, но при этом они могут не понимать значения каких-то, как бы, каких-то слов. У этих детей очень часто возникает эхололия, да, они очень часто могут повторять то, что сказал их собеседник. Здесь недостаточная артикуляция, речь у них опять же тоже из крайности в крайность, она может быть либо очень сильно замедленной, либо очень сильно ускоренной, да. То, что касается памяти, механическое запоминание памяти, да, и точно так же снижена у детей с СТВД память, снижена в момент восстановления. Вообще в момент восстановления у этих деток, да, снижены все процессы, потому что нервная система у них перекружается, и за счет этого они потом восстанавливаются, отключая все свои другие системы, да. Если говорить о внимании, то, естественно, да, здесь у нас непроизвольное внимание развито очень хорошо, но при этом минимум произвольного внимания, то есть сосредоточить на чем-то их внимание очень сложно. Лучше воспринимают обращение к другим, нет концентрации и очень легко отвлекаются, да. Если говорим о движении, это у нас трудности в ориентации в пространстве, с равновесием, нет согласованных движений двух сторон тела, да, непроизвольное движение, также у нас здесь идет нарушение тонкой и мелкой моторики, низкая координация и неуклюжесть, да. Если говорить о поведении, здесь у нас стереотипность, такие дети очень стараются избегать каких-то контактов, они закрыты, возможно, агрессивность, да. У детей с СДВГ, у них здесь, возможно, говорливость, суетливость, да, конфликтность и низкая самооценка. Точно так же может возникать негативизм по отношению к окружающим. Ну, если говорим с вами о комплексном нарушении развития, при комплексном нарушении развития, да, наблюдается сочетание двух или более первичных нарушений. Это когда у нас идет уже комплекс, да, несколько нарушений вместе. И немножечко как бы другая информация, да. Здесь Макаревич и Фатифова рассматривают особые образовательные потребности детей с ОВЗ в качестве особых условий организации обучения и воспитания. Также получение ими специальной психолого-педагогической помощи, да, реализуя образовательные потребности детей с ОВЗ, следует опираться на способы коммуникации ребенка с окружающим видом, да, то есть подавать информацию в том виде, который удобен ребенку. Также особенности усвоения и использования бытовых навыков, уровень их сформированности относительно возрастной нормы, да. Мы знаем, что у многих деток, да, именно бытовые навыки формируются либо очень долго, а у кого-то, к сожалению, они не могут сформироваться, да, на протяжении всей жизни. А также следует обращать внимание на специфику речевой деятельности, знания и представления об окружающем мире. И точно так же, да, мы знаем, что у нас здесь дети, мы стараемся таким деткам, ну, естественно, мы организовываем индивидуальный подход, за счет этого мы должны обратить внимание на индивидуальные особенности этого ребенка. Если у нас в классе есть такой ребенок, то именно индивидуальные особенности являются основным моментом составления программы для него, да, то, как он воспринимает информацию. Современные научные представления позволили ученым выделить общие для разных категорий детей с нарушениями, да, психофизического развития особые образовательные потребности. В аспекте времени начала специального образования потребность в совпадении начала целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребенка, то есть как только мы определили момент нарушения, мы незамедлительно должны объяснить родителям, что если им необходимы специальные условия, то их нужно создавать. В аспекте содержания образования потребность в введении специальных разделов обучения, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося ребенка, например, занятие по развитию слухозрительных, да, или зрительного восприятия речи у глухих, слабослышащих и поздно выложивших детей, да, здесь мы должны включать тот момент, что дополнительные занятия, да, по не основным предметам, да, то, что детям с нормативным развитием не нужно, а детям с нарушением мы должны включать это дополнительное, эти дополнительные занятия. Точно так же, да, в аспекте методов и средств обучения, что потребность в построении обходных так называемых путей, использовании специфических средств обучения и современных коррекционных технологий. Это говорит о том, что мы при организации нашего процесса, да, при организации обучения здесь мы должны обращать внимание на те моменты, на функции, да, которые могут у нас компенсировать какие-то функции, которые нарушены у ребенка. В аспекте организации обучения, да, потребность в качественной индивидуализации обучения в разработке и реализации адаптированной образовательной программы для конкретного ребенка в СОВЗ. А если мы говорим о границах образовательного пространства, да, здесь у нас потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. Здесь у нас уже должно включаться дополнительное образование, да, И дополнительное образование, оно в частности должно быть направлено на, как бы, социализацию, на успешную социализацию и на успешную адаптацию детей в социуме. Если говорим об аспекте продолжительности образования, здесь у нас потребность в пролонгированности процесса обучения и выход за рамки школьного возраста, да. Здесь у нас ребенок, мы знаем, да, может воспринимать, есть у нас наши программы, да, с единичкой, тройкой и четверкой, и здесь у нас ребенок может обучаться по, допустим, в начальной школе, не как обычно, он в детке обучается 4 года, да, а программа может быть пролонгирована, то есть добавлен год на освоение программы за счет того, что он имеет статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. И в аспекте определения круга специалистов, да, вот, участвующих в образовании моделей эффективного взаимодействия, то есть здесь у нас, чем мы детки с нарушениями отличаются от деток с нормативным развитием, да, здесь у нас добавляются специалисты, которые точно так же работают с детьми, как и учителя, да. Следующий момент – это создание специальных образовательных условий в образовательной организации. Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, определение этих условий и их создание организуется следующим образом. Детям с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях, да, медицинское заключение с рекомендациями по организации образовательного процесса. Это если у нас есть именно медицинские предпосылки, но медицинских предпосылок может и не быть. Если есть эта справка, мы идем прямо с этой справкой в ПМПК, если нет, то по направлению мы идем в ПМПК, где ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и или психическом развитии. Или отклонение в поведении детей готовит по результатам обследования детей рекомендации по созданию специальных условий образования, а также подтвердяет, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации, если такие были. Мы знаем, что эти рекомендации ПМПК дают на ступень образования, то есть на, допустим, на школьную, начальную школу, среднюю измену и так далее. Если необходимо, то у нас родители обращаются повторно и вносят изменения. После чего консилиума организации определяет характер, продолжительность и эффективность создания специальных образовательных условий и составляет коллегиальное заключение ПМПК, которое содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка и рекомендации по специальным условиям и адаптированную образовательную программу, если это необходимо, обобщающую рекомендацию специалистов. В заключении специалистов коллегиальное заключение ПМПК доводится до сведения родителей или законных представителей. Опять же, это должно быть доведено в доступной для понимания формы и рекомендации у нас здесь проходят только с согласия родителей. Их основной момент того, что применяемые эти рекомендации или нет, только с согласия родителей. Если родители не согласен на особые образовательные условия, то организация не сможет ничего сделать. Четвертый момент – это у нас педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы. Здесь у нас в этот комплекс должны быть включены все педагогические работники, которые будут непосредственно работать с ребенком. И для обсуждения они должны вынести на совет школы. Впоследствии они реализуют этот план. Любая программа постоянно нуждается в оценке реализации, коррекции и доработке. То есть не так, что у нас мы составили программу, грубо говоря, на год и не дорабатываем ее, а просто работаем с ней. Пятый пункт – это одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. То есть здесь мы выбираем, какой специалист с каким направлением и сколько по времени работают. В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия общеобразовательных, специальных или коррекционных, также научных учреждений, которые обеспечивают возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов. То есть здесь у нас идет взаимодействие нескольких организаций, взаимодействие нескольких структур. Также для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, да, которые обеспечивают реализацию программы, необходимо обращать внимание на социализацию детей, и это может реализовываться при помощи дополнительного образования, да. Таким образом, при создании индивидуально ориентированных условий, реализации образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-либо ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, проявляется вся общая спецификация образовательных условий, которая каждый раз должна быть модифицирована, да. Как я уже сказала, программа у нас строится на год, но мы каждый месяц должны отслеживать изменения, да, изменения возможностей восприятия ребенка и корректировать эту программу согласно особенностям каждого ребенка, да. Но следующий момент – это условия, которые гарантируют возможность, да, реализации нашей программы. Если мы говорим об условиях, это достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, использование обычных и специфических шкал оценки достижения ребенка с ООЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям, да. Здесь мы обращаем внимание на именно шкалы, которые должны создаваться индивидуально под ребенком. Адекватные оценки динамика развития жизненной компетенции ребенка с ООЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школы, и родителей, да. То есть здесь мы должны адекватно оценивать, если у ребенка имеются сложные нарушения, большие нарушения, да, и мы адекватно понимаем, что он не может двигаться очень быстро, осваивая программу, то мы от него этого не требуем. Следующий момент – это индивидуализация образовательного процесса в отношении детей с ООЗ, да. То есть, как я уже говорила, да, программа составляется индивидуально на… …дивидуально для каждого. Следующий момент – это выявление и развития способностей, и одаренности обучающихся с ООЗ через систему клубов, секций, студий, кружков, да, учреждений дополнительного образования. Многие считают, что если ребенок с ограниченными возможностями здоровья, да, если ребенок инвалид, то у него, ну, как бы, нет какой-то одаренности, нет способностей, нет, это не так, есть детки, у которых идет одно нарушение, но они одаренны в другом, да, в чем-то они могут быть гениями, но при этом иметь ограниченные возможности здоровья. Включение детей с ООЗ в доступные им интеллектуальные творческие соревнования, да, какой-то проектно-исследовательскую деятельность. Также включение детей с ООЗ и их родителей, и педагогических работников, да, разработку основной образовательной программы начального общего образования, проектирования и развития внутрешкольной социальной среды, также формирование и реализацию так называемых ИОМ, да, индивидуальных образовательных маршрутов. А еще использование в обучении, да, точно так же в образовательном процессе современных научно-обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с ООЗ, и также взаимодействие в едином образовательном пространстве, общеобразовательной и специальных школах с целью продуктивного использования, да, накопительного педагогического опыта обучения детей с ООЗ и создания для этого, ну, определенных ресурсов. Ну, есть у нас еще несколько слайдов презентации, да, эта информация вам доступна, там у нас идут требования к кадровым условиям, да, это все вы сможете прочитать в презентации к нашему сегодняшнему вебинару. К сожалению, да, мы ограничены во времени, и я буду потихонечку заканчивать свой вебинар. Если есть какие-то вопросы, я сейчас посмотрю в папочке «Вопросы», пожалуйста, задавайте их, я постараюсь на них ответить.